так я сказала да все окей она со время там стояла так и про что вы говорили про что мы говорили нежность а я слышу про межность ты когда сказала говоришь вопросы про нежность буду задавать я думаю ладно ну точно не вопросы про прыгну про межность значит про нежность вот так а чего мы рассказали рассказали про сострадание про нежность про красоту да ты говорила что-то развитие до развития движения по большому счету и получается что нежность она находится в нашей жизни мы чувствуем ощущаем да вот например мой муж спит да он сонный такой лапочка вот его трогаешь ну видишь его мощь да все его почти 100 килограмм массы вот ну как бы спортивное тело чувствуешь эту силу дать нам все это меня интересует такой момент твое сказать твоя любознательность и твое стремление движение жизни вот это бесконечное позволяет ли трансформировать чувство нежность другое чувство чувство можно из одного в другое то есть а в какое-то определенное чувство я почему этот вопрос задала чтобы потом привести к тому что я понял но я другую я согласна с тобой но я просто о другом имела ввиду я не закончила поэтому я про нежность смысле того что если исключить из всей жизни нежность если исключить из всей жизни нервный году на одну из красок дате убрать там если исключить из всей жизни радость знать еще одну краску убрать Если исключить из жизни ту самую ярость, которая у стихии есть Еще одну краску убрать Все эти чувства и эмоции рождаются внутри нас Только внутри нас самих Мы соприкасаемся с зеркалом Я так говорю отражением Не в смысле, что я дистанцируюсь и говорю Это отражение Ну хорошо, это отражение Нет, я просто понимаю Вот оно так устроено Это как вы в виртуальной реальности играете За компьютером играете, не знаю, в Диабло Понимаешь, что это игра, реально понимаешь Ну а когда тебя убивают, ты такой сидишь Аааа, блин, я прошел 20 уровней, там осталось чуть-чуть У нас эмоции, да? Сразу же мы так столько всего переживаем Хотя мы прекрасно понимаем, что в общем-то это игра Но мы очень лично переживаем за самого героя Какой у него там уровень А если у него магия А вот если бы у него были эти свитки, было бы вообще круто Так же самое и здесь То есть понимание того, что это все зеркальное отражение Не отрезает эмоции и чувства Не отрезает то, что это другие люди, живые Но это другие вы Да? Это другие вы Они живые Они живые За счет того, что каждое существо Имеет свой опыт Свои чувства Свои эмоции Свою боль, страхи, мечты Каждый пришел сюда для чего-то А не просто пришел, отработал, ушел Получил зарплату, пошел дальше Как огромнейшая игра Огромнейшая игра И В отношениях мы Гоняемся за одним чувством На работе мы гоняемся за другим чувством Когда мы Накрашиваемся Выходим на улицу Да, такие сексуальные, охренительные Мы гоняемся за третьим чувством По сути все эти чувства Рождаются внутри нас Но Когда мы Думаем, что чувства с нами происходят Тогда нам необходимо Отражение снаружи Чтобы это прожить и прочувствовать То есть я там чувствую себя Сексуальная тетка Только тогда, когда я на Десяти сантиметровых каблуках У меня болит спина Не важно Два килограмма макияжа Там очень там кожа Там устает к вечеру Не важно Когда я выхожу на улицу В короткой юбке И на меня пялится мужики Я чувствую себя сексуальной теткой Вот ради этого чувства Не ради каблуков Да, не ради макияжа Не ради мужского взгляда А ради чувства Которое рождается внутри Этой силы Да, собственной силы Собственной мощи Такое же самое, как и у океана Приходишь домой и говоришь Ха-а Там висит на холодильнике Картина океана, грозы И ты говоришь А я тоже так могу Снимаешь там Болят ноги Снимаешь эти каблуки Говоришь Я тоже так могу Да Я тоже это чувствую Вот Я сейчас как раз А тебе помогла И вот эти чувства Эмоции Мы по-любому Испытываем внутри себя Когда мы С любимым человеком Нежность к нему Мы испытываем внутри Правильно? Ты испытываешь Эту вот нежность И эту мощь Видя Ты испытываешь Это же внутри себя Вот И часто мы просто гоняемся Гоняемся за отражениями Чтобы еще И еще И еще И еще Еще как можно чаще И стабильно Испытывать это чувство Например Чувство радости Чувство нежности Чувство влюбленности Неварк То самое чувство Которого вам не хватает Для насыщения То самое чувство Которое вы по сути Сами себе не даете И за ним Выйдете в магазин Шарлотка Продается в магазине Отсчитывайте там 200 рублей Я не знаю сколько стоит Купили шарлотку Пришли домой Поели С вами случилась шарлотка Либо Купили яйца Молоко Что там еще Сахар Мука А молоко не надо Яйца Сахар Мука Яблоки Пришли домой И сделали шарлотку Вы ее сделали Я сделала шарлотку Или со мной случилась шарлотка Вот такая разница В нашей собственной жизни Либо со мной случается Постоянно какая-то Хрень Или не хрень Или ой какая не хрень Либо я сама создаю Эту хрень Ни хрень Офигительно Это я Это я Вот То есть Либо с нами это происходит Либо мы это создаем Классная была фраза Здесь в обсуждениях было Режиссер Да? Ты сказал Режиссируем Как ты сказал? Собственную жизнь Да Режиссируем собственную жизнь А режиссировать получается Ну вот Вы скажи Может свое мнение Или опыт Из какого момента Получается режиссировать А не становиться Жертвой того Что с тобой случается Шарлотка С момента Когда ты Прежде всего Нет Ответственность Это перед этим То есть Когда ты Научишься наблюдать За собой За собой сперва Потом И собственно Ну как Научившись наблюдать За собой Как бы со стороны Любое действие Да Ты Научившись Это опять же И понимаешь Что нужно учиться дальше Если с тобой это случается Идешь даже на негатив Чтобы пережить его Уже осознанным Вот Ищешь причину Почему с тобой это происходит Доходишь до детства Ну соответственно Вытаскиваешь их Вот И исходя из этого Избавившись А ставшись Ну как бы Вот Научишься наблюдать Ты Получаешь Как бы методики избавления Ну от тех дыр Которые у тебя были Вот И соответственно Ты уже Можешь Режиссировать Собственную жизнь Каким образом Благодаря чему Благодаря тому Что ты наблюдаешь За собой Ну Сюда можно В это понятие Включить там Осознанность Там ответственность Ну вот Как Что нужно знать Человеку Чтобы вот он Да Вот теперь он Режиссирует Свою жизнь А до этого Жизнь с ним Случалась Один главный Вот один главный Фактор Одно главное Для тебя В твоем опыте Чтобы режиссировать Твою жизнь Ну это полная Ответственность За то Что с тобой Происходит Все Окей Ну да Ты понимая себя Понимаешь их Так Ты уже Идешь Открыто Например Ну Чтобы до этого Дойти Ты открытый Ты этот мир Воспринимаешь Как абсолютное Добро То есть Полностью Этот мир Просто Это абсолютное Добро То есть Дьявол Это добро Все Добро Вот И благодаря Скажем так Ну я получил этот опыт Благодаря тому Что я был там Инвалидом детства Да И там Ваши Сохранительные Заболевания Неизлечимые болезни Когда я от них Избавился Избавился Полюбив их Вот Я понял Что Всегда задаю вопрос Если же со мной Что-то плохое происходит Для чего это Вот Даже не еще причины Почему Вот Они потом сами Просто приходят Ответ Просто для чего И все И двигаюсь дальше И все Это Ну как Вот и режиссура Просто Ну как Играешь Играешь Это интересно Это безумно интересно Играешь И постоянно А еще Видишь Когда ты Начинаешь Режиссировать Свою жизнь То есть За тобой Вовлекается Твое окружение То есть Вот там Я просто Наблюдаю это Практически За своей дочкой За своими Клиентами То есть Работой Тренером То есть Такой круг Расширяется И В твоей жизни Ну не знаю Там Круг общения Просто Кардинально Меняется И Ты видишь Изначально Что Ну как Ты считал себя Одиноким Опять же Мне нужно было Пережить Одиночество Вот Опять же Для этого Там Для В моей жизни Там У меня было Клело Спины Я не ходил Вообще Ну и все Я пережил Сильное Одиночество После Сильных Привязанностей Любви Ну в общем Что это самое И из этого Ну как-то Вот с этого Все складывалось То есть Опыт тебя Трансформировал Именно Да А нет Самое интересное Что Одно время Там Ну там Занимаясь Там Голоданиями Да Там Я головал По 40 дней По 52 дня И Когда голодаешь Думаешь Вот такой опыт Классный А потом Когда Начинаешь Голодать И уже Понимаешь Что Это у тебя Сознание Другое И ты видишь Что Совсем Картинка По-другому Разворачиваешься Постоянно Меняешь Потом Меняешь Потом Твое сознание Знает Ты Ты осознал Вселенную Все Ты один Ты У тебя Вселенная Тебе Никто Не нужен Потом Идет Дальше Я Кстати У тебя Это Заметил Я Там Коммент Писался Маташка Там Прогрессирует Потом Ты осознаешь Что Нужна Вторая Вселенная С которой Ты будешь Взаимодействовать С которой Ты Потом Превратишься Настоящего Творца Только Соединишь С этой Вселенной Сосознанно И вырождать Новую Вселенную Это Уже Дети И Соответственно То Что Мы Рассказывали Про Своё Взаимодействие С родителями И Естественно Ты понимаешь Что Уже С твоим Ребенком Ты Будешь По-другому Взаимодействовать Если К родителям Нет Этой Боли Просто Твоя Любовь Она Будет Проявляться Просто В ответственности За Самопознание Этого Ребенка Себя И Ребенок Будет Сам Самосовершенствоваться Он Вообще Уже С рождением Мы Выращиваем Творца Тут же Мы Как-то До этого Сами Доходили Через Негатив Назовем Боль Сложность А Мы Получаем Новую Воспитание Слово Абсолютно Не люблю Новый Как-то Подход К 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 Ребенком Да Взаимодействие Слово Захват Когда Блин Это поколение Когда мы Создадим И когда Мы Потом Уже Придем В следующей Транспорации В этой Жизнь Какой Мы Не знаю На какому Планету Принем Это просто Представить Невозможно То есть Настолько Действительно Бесконечно Когда Вместо Воспитания Будет Коммуникация Наконец-то Да Просто Представите То есть Мы Вот Так Относя С Детям То Что Я Сейчас Озвучил Мы Ну как Любя Их Вот Так Мы Себя Оказываются Людям Потому Что Мы Для Себя Готовим Почву Туда То есть Мы Далеко Были Ну Это В общем Так Потому У Очень Похожий Опыт С Вами Получается Я Сейчас Так Благодарна Родителям За Воль Эту Всю Но Это Просто Я Недоперла До сих Пор Если бы Не Начала В детстве Блин А Смысл Да Смысл Я Летел В самолет И Там Недавно Как раз Украина У и два братка сидели, весь самолет разводили, до меня очередь добралась, я рядом сижу, кто по жизни там, я говорю, я наблюдатель. Ну все, сразу диалог, все, они очень спокойно вышли, хотя они там вискают, все как положено, спокойно вышли, а второй, который сидел там, мы уже на посадку идем, самый опасный метод, он такой, вы переживаете? Я говорю, а смысл? А что изменится? Переживать, будешь бояться, будешь разрушать себя, грубо говоря, а он, вы переживаете, я говорю, смысл? Мы уже летим, смысл вообще бояться? Мы уже сели, да, уже все, уже летим. Единственное, что тут вопрос, да, что нас всех уже давно развели, нам, мы решили, что есть реал, что есть вот это плохо, ну, это, ну, серьезно, это вековая разводка вот такая, что я называю. Я про себя рассказываю. Да. Я согласен, согласен с тобой, я согласен. Вот, и все, и представляете, какое такое вообще поле вокруг земли рождается, ну, на страх, естественно, это кому-то выгодно, естественно, специально развели, естественно, есть те люди, которые этим управляют. Опять же, для этого и развели, чтобы управлять, чтобы мы были рабами, ну, то есть, социум. Окей, хорошо. Да, рабы, социум. Так, чтобы что? Чтобы научились. Ну, естественно, да. Однозначно быть осознанными и ответственными за свой выбор. Гениальные, потому что мы гениальны. Так, хорошо, и это я говорила в начале о чем? Режиссура, собственно. Да, потом мне еще кусочек очень понравился, сейчас я тоже подумала его включить. Чувствую эмоции. Да, про боли я, наверное... Нет, я могу... Есть вопрос о телезрителе. О телезрителе? Телезрителе? А что за вопрос? Когда ты творишь, а когда позволяешь случаться? Бегай. Когда я творю, а когда я позволяю случаться? Хм, хм, хм. Крутой вопрос. Надо подумать. Ха-ха-ха. Я творю, чтобы смечалась, да? Да. А, меня же спросили, да? Ха-ха-ха. А это другая ты. Да. А можно другая я ответить на вопрос? Ха-ха-ха. Когда я творю... Это сейчас Натаха говорила. Вот, видите. А почему Натаха? А так, получается, вот... А кто говорит вообще? Да, ой, сейчас начнется. Алфавит! 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 Да, да. Вот для меня вот позволять этому случаться. Это так же абсурдно, как вот я позволяю своим лёгким дышать, да, там... А сейчас я вдохну. А сейчас я творчески буду вдыхать. Не, ну хорошо, для меня есть вот такой оттенок, который, может быть, имеют в виду там, не знаю. То есть здесь в игре, да, есть вещи, которые я не понимаю, все время развиваюсь, вот. Я тоже человек, понимаете, нужно дописывать мне там вконтакте, нужно сказать, человек, все еще. Я точно так же развиваюсь, точно так же поздною себя, окружающих. Это не значит, что у меня там, я все знаю, всех вас насквозь вижу. Только я думаю там, ой, какие вы там, ооо, вот откуда у вас это, ого, с утра до вечера только я этим занимаюсь. Нет, потому что если забивать себе вот этим голову, то вот как раз перестаешь жить своей жизнью. И вот когда я не понимаю, да, вот я, например, чего-то хочу создать, что-то я хочу создать. Я не знаю, как это сделать. Ну вот реально, я не знаю механизма. Я просто знаю, что я хочу это создать. И тогда я позволяю случаться, вот если можно сказать, позволяю случаться, да, вот с правой и левой рукой. Я просто сажусь и начинаю слушать Вселенную. Я начинаю слушать и быть внимательным к тем событиям, которые происходят, к тому, что происходит. Я не знаю, как достичь того, реализовать то, что я хочу. И у меня, вот, например, сейчас нет возможности это узнать. И тогда я сажусь, там, вот в Питере я села на скамейку рядом с этим памятником Пушкина. Так прикольно, левая часть горит. Думаю, что это засунули в эту левую часть Пушкина. Так классно такое, в сияние. Я сажусь и начинаю наблюдать за людьми Я знаю свой вопрос То есть как мне это создать Я начинаю просто наблюдать за прохожими людьми За голубями За всем, что происходит снаружи и внутри Я становлюсь очень внимательной Не в смысле маниакально внимательной К каждому моменту и каждому слову, которое ты сказал Нет Я просто становлюсь очень внимательной к тому, что происходит И у меня есть мой маяк на радаре Вот это то, что я хочу создать, но не знаю как И когда я вот в этом умиротворении очень внимательная То наблюдая за тем, что происходит внутри и снаружи Я резко начинаю просто понимать 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 Вот так Я не сижу, не размышляю Я не сижу, не анализирую Я становлюсь вниманием И у меня есть на радаре моя цель Я просто становлюсь вниманием И понимание начинает Подниматься на поверхность Посидела полтора часа Поняла Встала Пошла Сделала То есть вот здесь, если можно это выразить Позволять этому случиться Соответственно вопросу Я поняла, что мне необходимо Как это сделать Я встала, пошла и начала творить Так Вот я так могу ответить на этот вопрос Отпустить ситуацию Ну я остаюсь внимательной к тому, что происходит Вот Я не так, что типа Вот Оно само произойдет Да, типа вот оно само произойдет Бывает, что и произойдет Да Но я хочу это создать Я хочу создать, но у меня нету понимания И мне Я как бы делаю запрос для Вселенной Мне нужно понять Я хочу сначала понять А потом это сделать А не так, что там Я хочу машину Ламборджини подъехал Вау Но не моя Вот Само произошло, но и уехала дальше Можно лучше выброс Оставаться на месте Очень часто, кстати Да Да А до этого вопроса я о чем говорила А я хотела про боль поговорить И про то, как это умиротворение Боль Оуу, да И слепой пятна Мне просто нужно к чему-то все время привязывать И не так Просто кусками Сейчас я попытаюсь связать все воедино То, что я до этого говорила То есть чувства рождаются внутри нас самих Наши инструменты Вот у нас тело Есть нервная система Есть эмоции Есть чувства Есть состояние Не они с нами случаются А мы их создаем Да Но есть такой момент Что вот тело живое В моем опыте жизни Тело живое То есть да, вы смотрите Это все одно большое сознание Представим Но здесь есть маленькие Субсознания Подсознания Как субличности Юля Марат Наташа Владимир Маленькие субсознания В общем-то мы все одно И тело Для меня вот так вот Живое тело Оно обладает огромнейшей мудростью Да Нужно пойти раньше чуть-чуть Но партнер То есть вот я буду говорить Тема настолько невероятно широкая Что смотрите еще встречи в других городах Потому что некоторые моменты Я не могу все вместить в 9 часов за 2 дня Потому что так просто неделю разговариваю Все 9 часов Тело живое Оно вот для меня Оно мастер Потому что оно реально в курсах Как оно работает Я не всегда в курсах Как оно работает По какой логике Я его изучаю 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 Коммуникация 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 И вот представим Представим секундочку Мы там дома до воплощения Все круто Все отас Великолепно У нас есть карточка Карточка там 400 очков Вот Ну что 400 очков Мало опыта Мало пониманий Нет воплощений много написано Но вот как-то пониманий маловато Но воплощений много И хочется воплотиться Где-нибудь Ну вот в Питере Я приводила пример Драконом на Орионе Охренительно классно Крылья Летишь такой Ну плюс Мудрость жизни Трансформация Алхимия Понимание Огонь Энергия Там же просто мега А у вас 400 очков И пониманий Драконом быть Ну вот очень мало Смотришь на других Вот там 10 воплощений Пониманий Столько И он уже и там побывал И там У тебя там 350 А юпорас В общем вы приходите В турагентство Хотите попасть на Орион Ну мечта Понимаете А? Вы горящие пучки Там нужно 1800 очков У вас 400 Ипотека Ой да В Питере везде Это была ипотека 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 Тут не возьмешь кредит Тут все по пониманиям Смотри как ты послешься И вот Вы смотрите Орион Драконы Это классно Это вообще 400 очков Планета Земля Твою мать Все время На какой-нибудь планете Где какой-нибудь Жопа Социум Который ни хрена Не чувствует Сколько можно Уже 30 с чем-то Воплощений Сколько начальниц Надоело Мечта уже Где-нибудь В другой звездной системе Воплотиться Кем-нибудь Охренительно Крутым Классным Хочется Так обалденно Вырываете листик Такие Ну может Прикатит Да вот Главное Как коммуникацию Настроить А там В карточке Написано Коммуникации Нет навыка Приходите К своему Главному Наставнику Такие Ложите И молчите Ну вы подразумеваете Что он сейчас Сам все поймет И сам подпишет А он такой И что Ну как Я хочу туда А очков сколько Ну 400 И что Ну я туда хочу Очков сколько Пока до вас не дойдешь Что очков у вас 400 А нужно 1800 И это не просто от фонаря Да А просто потому что Есть навыки Ты способен Управлять Этой формой Ты способен Управляя формой Находиться Именно в этом Спектре энергии В этом мире Это же все не потому Что там Ну вот захотелось Вас не пустить Туда-то А мы теперь Мы учимся здесь На планете Земля Потому что Ну вот так вот Происходит Тут даже сложно Телом своим Начать управлять Да Чтобы его понимать Сотрудничать с ним Чтобы А что тут вообще происходит Ты что Ты описывалась Офигела Даже свое тело Часто как чужое А мы хотим Драконом на Орионе И это такую махину Нужно контролировать Понимать И управлять ею А тут этой махиной Ты думаешь Ну что Это просто тело Ни хрена себе Квантовый биокомпьютер Просто тело С утра смотришь Боже Просто лицо Ёппер И тогда наставник Читает ваши мысли Смотрит на вас Такой Думает Ну хорошо Ладно Дадим тебе возможность Так и быть Хотя вот По предназначениям Мечту ты вообще Не исполнил Ни в одной 380 воплощений Ни в одну мечту Не исполнил Ты что Издеваешься Ладно Пару предназначений Но это фигня Мечта Вот что самое главное Он говорит Я могу тебе устроить Такую штуку За одну жизнь Ты наработаешь Своих там Сколько 400 1800 1400 очков Наработаешь Просто вот Возьми такое Крутое предназначение Где столько пониманий И ты сразу Наработаешь Свои 1400 Еще с гаком Еще там 2000 Будет круто Ты такой смотришь Та Та Главное больше На планете Земля Не воплощаться Та 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 Все что угодно Пожалуйста Да Получите контракт Там написано Офигительное предназначение И 25 пунктов Навыков А у вас На самой карточке Там только 2 Вот И эти 2 Не входят В список 25 И вы такие Оооо Ооо Посмотрите На планету Земля Я подпишу Подписывайте Думать буду Потом А там галочка Стоит Ну так как очков 400 у играющего То память Отключена Ну было бы у вас Там 2700 Все нормально Там 10% памяти Есть Допуск К тому-то Есть Все отлично А у вас 400 очков Вы Ну там Умею Видеть и умею Слышать Вот два навыка А чувствовать А понимать А осознавать Нема Поэтому 380 Воплощений 400 очков И уже Задолбала Эта планета И вот У вас есть Предназначение Предназначение Оно буквально Вот для меня Оно буквально Предназначено Для того Чтобы входя В социум Расширять Очень сильно Рамки Невозможного Для социума Чем для меня Предназначение Отличается От мечты Это тем Что Мечта Она расширяет Невозможное Для вас Самих Предназначение Расширяет Рамки Невозможного Для социума И поэтому Контракт Мы подписываем На предназначение И навыки Нам нужны Для предназначения Мечта Это то На что вы Контракт Не подписываете Это то Что выходит Из самого Вашего Существа Будь я Именно вами Как уникальной Частью вселенной Вечности Только вы Не воспринимайте Меня буквально Я нахожу Самые более Близкие аналогии Для того Чтобы можно было В общем Понять Как например Для меня Это в жизни Происходит Как я это понимаю Чувствую Помню И бла-бла-бла И вот у вас Есть 25 навыков Просто офигительно У вас стоит галочка Нифига не будете помнить Вы ее даже не смотрите Вы главное подписали На землю только Последний раз Слава богу Выбираем родителей Знаете С такими 25 навыками С таким предназначением Родителей очень мало Обычно Но потому что Должна быть капитальная жопа Ну что Сразу 25 И там По половину 25 навыков 25 навыков Вы понимаете Это уже к 12 Годам Нужно хотя бы 6 из них Наработать Базовых Из которых Все остальное Начнет Распускаться 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 И вот у вас есть Это пара И это пара Вы стоите С наставниками И такой Ху-ху Ху-ху Навыка только два, вижу и слышу, и то с трудом. Там по первому базовому уровню, второму, третьему мастерскому еще не достигли. Рождаетесь, видите, слышите, ауеваетесь. И главное, чтобы не понимать, почему такая жопа происходит именно с вами. Вы вырастаете, все, что вы не поняли, гоняется за вами дальше. Ну, потому что, как только вы поймете это, сразу станет навык, галочка. Раз, 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 и потом вы с этим навыком дальше его автоматом начинаете в жизни применять. Все, что было не понято с детства, бегать за вами дальше. То есть, когда вы ходите по магазину, не обманывайтесь. За вами еще бегают кучи ваших проблем и не понимания. Когда вы занимаетесь сексом, рядом с вами все время ваше непонимание. Они бегают там, эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, не-не-не-не-не-не-не. И вы такие, ой, что-то не получается. Все, что мы не понимаем в детстве, поворачивается внутри болью, и потом мы все время возвращаемся к этому моменту. То есть для меня это и есть понятие кармы. Все, что не понято, бегает за вами до тех пор, пока вы это не поймете. Причем оно реально за вами бегает, потому что можно посмотреть на всю свою жизнь и посмотреть, как ситуации снова и снова повторяются. Причем очень четко это видно. И чем дальше, тем быстрее, чаще вернее они повторяются, и узел затягивается. Пока не наступит приятная безысходность, таки понять эту вещь. Обычно так 60 годам нужно еще одно воплощение к тому контракту. Вы помираете такие. Из 25 пунктов только два. Что, еще раз на планете Земля? Это что, долгосрочный контракт, да? Ё-моё, вот не знал, на что подписывался. И вот образование боли. Наша нервная система, наша тела, вся Вселенная отлично в курсе, что мы одно большое я. Эта структура не обманывается. В общем-то, какой смысл? Мы приходим играть, нам скучно. Поэтому делать можно абсолютно все, что угодно. Обманываться, прыгать с 12 этажа без парашюта. Не знаю. Ну, самые разные вещи делать. Зачем мы это делаем? Почему мы это делаем? Ну, во-первых, мало очков на карточке. Есть только вижу и слышу, но нету, осознаю и понимаю. Во-вторых, все равно в вечность. Можно играть как угодно. Здесь, конечно, есть очень большая грань того, что говорят, а, Северская сказала, можно играть как угодно. Пошел, прибил маму. Я не в этом контексте говорю. В смысле того, когда получаются такие вопросы у людей, зачем так происходит? Ну, а зачем, когда ты сидишь в какой-нибудь песочнице, построил замок, и потом взял его и снес нахер? Ну, потому что прикольно. Ты играешься. Ну, а что там 20 замков и что? Сойти смотреть на них, медитировать, да? Разрушила, дальше что-нибудь строишь. Ведь сам процесс, ну, прикол в процессе того, что мы создаем, создаем, создаем. Когда маленькая была, бабушка-то мне, тарелку пюре и там эти вот рыбки такие, сардинки или как они называются. Вот они небольшие, они копченые. Не знаю, как они называются. Кильки. Копченые, кильки? Да. Ну, в общем, эти рыбки выложены на тарелки. И есть тарелка пюре. Я не сажусь есть, пока я не выстрою башенку, не пососовываю рыбу в башенку, не сделаю архитектурное сооружение. Оно уже реально остыло, бабушка орет, а у меня кайф. Вот теперь я буду кушать. Вот примерно такая аналогия для меня в том, что происходит. И, естественно, эта игра подразумевает то, что мы накапливаем навыки осознанности, ответственности. Да, есть момент, когда нам нормально грубить кому-то, а есть уже момент, когда мы что-то такое понимаем, глубинное, и мы уже находим коммуникацию не через грубость, а совсем через другие фразы, через уважение, интерес, нежность. И можем войти в чужую боль, и это нас не убивает, и у нас хватает сил просто дальше нести эту нежность и понимание. То есть игра подразумевает движение по спирали наверх, мастерство, профессионализм и, естественно, расширение в разные стороны, наработку разных-разных навыков, мастерства. То есть чувак, когда наработает 25-е, он уже не захочет уходить с планеты Земля. Вот, отоставляет. Наркотик здесь капитальный. Но факт в чём, что… А? Лучше так. Факт в чём. Я хочу сказать о том, что вся эта игра не обманывается насчёт того, что мы одно сознание. И поэтому, когда в опыте жизни мы начинаем воспринимать нечто как отдельное от себя, это является причиной, первой причиной того, что появляется боль. То есть в этом моменте, в этой части вашего сознания отсутствует понимание, что это вы. Как это я? Этот человек меня удавил! То есть я не понимаю, что это я. Я не понимаю, что это другое я. Это враг. Он меня не понимает, он не понимает, насколько я там хрупкая. Он меня просто берёт и бьёт ему пофигу, ему насрать на меня. И начинается агрессия, боль, обида, агрессия, боль, обида. Я, ну, что происходит? Мы вырастаю, одного парня встречаем, он точно такой же. Второго точно такой же. Хожу к психотерапевту точно такой же. Потому что вот это непонимание гоняется за вами, то есть как шарик на вас, там, прицепили, там, или не знаю, там, таратайку на ногу. И вы ходите, оно гремит, оно гремит и не успокаивается. В столе идёте, гремит. То есть вы уже сами живёте в однокомнатной квартире, не встречаетесь ни с какими мужиками, насрать на них уже, затолбали. Оно гремит, да, оно гремит. Выходите в лифт, и чувак какой-нибудь к вам подкатывает. Девушка. Ты такой. Если проигнорируют, да я туда первого этажа смогу выйти спокойно. У меня какой коммуникации речи здесь не идёт, правильно? То есть для меня, то есть в моей работе по нейронной алхимии с людьми, со всеми остальными моментами исследования, боль – это когда в огромнейшем пространстве для вас самих. Потому что для пространства нет проблем. Она в курсе, блин, ну я всё, слушай, нет, вот, есть я, есть левая нога, есть правая нога. Нет, это всё я. А ты говоришь, нет, ну как это, этот человек точно не я. О, боже, есть это всё я. И тут вам становится больно, когда этого человека, который делает вам боль, да, то есть делает что-то, что по сути вы не понимаете. Вы стремитесь это понять, а не понимаете. Для чего это происходит, да? Почему вы именно так реагируете? Почему вы выбираете именно такую режиссуру вашей жизни? Взятие и биться на этого человека. Понимаете, вы обижаетесь, это обида внутри вас. Этого человека вы просто наказываете либо молчанием, либо агрессией, либо ещё какой-то вещью. Вы его наказываете за то, что внутри вы выбираете испытывать обиду, боль и не понимать, почему же это так вселенная, которая типа не бухает, написана на сайте, не бухает, поставлена печать, а вот она такую хрень со мной сделала. Потому что навыки отсутствуют, а чтобы им научиться в этом пространстве, очень прикольно вот такая ситуация. Причём, что интересно, когда мы подписываем контракт предназначения, навыки, да, мы подписали у этого наставника, выбрали родителей, приходим ко вселенной. Огромная такая тётка сидит такая, о, ну здравствуй. 381-й раз приходишь, да? На землю опять, да? Вы подписываете контракт. Вселенная обязуется. Невероятно гениальная вещь. Тьфу, вещь, как это? Структура. Как же это проискать? В общем, невероятно гениальная тётка, которая охренительно работает, я вообще не понимаю, как она это всё успевает. И она пишет такая, «Я, как огромнейшая вселенная, часть единого сознания, бла-бла-бла-бла-бла, обязуюсь легко, просто и радостно предоставлять каждое мгновение жизни игры этого игрока тысячу и одну возможность, самым простым, лёгким и весёлым способом обрести все навыки, которые указаны в контракте. Самым простым и лёгким способом тысячу и одну возможность на каждое мгновение вашей жизни. Представляете? Сколько всего мы не видим. Она работает, 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 куча, куча, куча возможностей, а мы сидим такие, у нас же боль. Я хочу вот это, вот это. Тысяча и одна возможность. Нет, вот это. Вы, в свою очередь, подписывайте вторую строчку. А так, когда у нас 400 очков, то мы не очень помним что-то написать. У нас примерник. Я игрок, да, точно. Я игрок, обязуюсь там, да-да-да. Быть осознанным. Нет такого у меня навыка. Осознанным. Ответственным. Ёптель, что за слово? Достаете словарь. Ответ. Ого! Ответственным. Понимающим. Ну так, примерно что-то есть такое, но не догоняю. Понимающим. И внимательным ко всему, что раскрывает передо мной Вселенная. Ды-ды-ды-ды-ды-ды, обязуюсь. Приходим сюда. Осознанные. Внимательные. Ответственные. Понимающие. Ага. И помираем опять 400 очков. Так вот, боль. Прекрасная штучка такая. Великолепная. Кто занимался холотропкой и помнит свои внутриутробные опыты? Нету таких людей? Ну, например, в моем опыте было, когда я переживала и момент, короче, из дома в тело. Там все это в момент, когда мама была беременна. Ну, я еще раньше вспомнила. Без холотропки. Потом, когда раньше времени родилась, у меня так была такая ярость, именно никто меня не спросил, меня никто не спросил, типа, я вот вырасту, покажу вам вашу истинную природу. До сих пор на этом и пусть работаю. И потом там первые пару недель, когда вот с тробоскопом, то есть там крики, свет, прикосновения, хлопание дверьми, опять крики, свет, эмоции, прикосновения. Все это такое с тробоскопом. И все, что хочется, хочется спрятаться. И осознанно ищу, как лучше в этой ситуации, так, чтобы тело не сломалось. И при этом я не испытывала до такой степени непоним... Ну, вот боль. Боль от того, что... Очень много-много информации и много-много-много всего входит в нервную систему. А нервная система сверхчувствительная. И это невозможно выдержать. Это я к тому, что сам момент... С того мига, как мы входим в матку к маме, мы полностью несем ответственность за все свои чувства, мысли, эмоции, действия, решения и бла-бла-бла-бла-бла. Потому что... Раньше я писала по-другому. Я говорила там, ладно. С момента, как вы себя помните, ну, достаточно честно, да, с момента, как вы себя помните, занимайтесь холотропкой или там у вас другие какие-нибудь инсайты, вы вспоминаете, что вы еще в утробе мамы отлично следили за мирами, думали, ой, что за тетка, мам, что за тетка, просчитали в мозгу. Ой, это тетя Света, прикольно, здрасте, тетя Света, интересная такая тетка. Вы все это будете вспоминать. Пока вы этого не помните, как бы, ну, это не работает. Поэтому я в статьях писала, вы несете ответственность за момент, ну, то есть момента, как вы себя помните. Но по сути, с момента, когда вы заходите, то есть вы от этого ответственности, она никуда не девается, что вы дома, что вы в игре, что вы в этом пограничном состоянии перехода. И вот когда только 400 очков, то не хватает, я это называю, светимости сознания, когда папина клетка со всеми шаблонами, наработками, да, там, мир, страшное место, ожиданий куча, там, чувства вины, боль, страх. Мамина клетка, ожиданий куча, требования, чувства вины, боль, страх. Соединяются, получается ваше тело. Ни папа, ни мама не в курсах, что это нектар вечности, он просто уплотнился, можно играть, классный пластилинчик. Не-не-не-не-не, это тело. Вы входите, как сознание, у вас только 400 очков, то есть лампочка работает там на 2 ватта. Да, огромнейший зал 2 ватта. Ни хера не освещает, даже и близко. И вы начинаете реально верить в то, что прописано, то, что чувствует это тело, как оно создалось. Ну, кроме того момента, что когда оно зарождается, естественно, весь этот импульс вечности, он всегда в каждой клеточке, в каждом ядре, в каждом атоме. Вопрос только в том, способны ли мы это достать и дальше развивать, потому что мы даже путаемся в своих эмоциях и чувствах, они с нами происходят. О чем говорить дальше? Глубинная нервная система, ДНК и бла-бла-бла. Это я все к чему? Это я все к тому, что когда не хватает светимости сознания, то, будучи маленькими, мы верим папе с мамой. Мы еще не в курсе, что у них тоже есть свои боль, страхи. Я хочу этого, потому что, я не знаю, даже лучше не задумываться. Просто я этого хочу, не получаю, мне больно, я обижаюсь. А, ну ладно, я адаптировалась. В общем-то, жизнь нормальная. Когда не хватает светимости сознания, да вот есть сейчас же дети, правильно? Сейчас куча детей рождаются, они вам сразу с двух лет скажут, куда вам идти. И если вы не верите, это ваши проблемы. Так? Когда авторитет для себя, только вы сами, и ваше самоощущение внутри. И вот когда не хватает светимости сознания, тогда авторитетом становятся папа и мама, и мы смотрим на папу, например, там, не знаю, он все время унижает маму. И ты думаешь, и рождается такое непонимание, оно выражается такое в мысли. Как он может так делать? Дальше врубается вселенная, которая помогает вам понять, как ваш папа может так делать по отношению к маме. Вы не понимаете этот момент. Ну, мало на светимости сознания, все еще маленькие, отвлекаетесь там, бла-бла-бла, на разные вещи. Вы растаете, вселенная все еще помогает вам понять, почему ваш папа унижал вашу маму. И если вы девочка, например, да, то начинают унижать вас. Ну, так, к примеру, по-разному развиваются события. Если больше мужской энергии, вы начинаете давить на других, унижать других, но вы этого не видите, до тех пор, пока вот так вот не ударяетесь о стекло, о зеркало, вернее, и вдруг понимаете, блин, я делаю то же самое, что делал мой папа. И тут идет чувство вины. А вот теперь нужно реально понять себя. Пойму себя, пойму папу. То есть во всех тех моментах, когда вы не понимаете, почему другой человек может так поступать, почему другой человек может так делать, вы автоматом делаете запрос вселенной, сначала создать ситуацию в вашей жизни, чтобы это с вами произошло, и вы еще раз посмотрели, как. Если вы не понимаете, тогда вы становитесь на место того, кого вы не понимаете. И здесь отлично работает, кстати, слепое пятно. Тоже в Питере нашли этот момент. Если вы не понимаете, как это может происходить, вы начинаете осуждать, вы испытываете огромнейшую ненависть к этому человеку, и вы себе говорите, что вы видите, вашу маму, например, ну вот ей очень больно от этого, она там, не знаю, спрыгнула с балкона. Все, это травма на всю жизнь. Вы не понимаете, вы понимаете, что это ваш отец довел маму до этого. И не понимаете, как он мог не видеть этого, что он с ней делает. И тогда вы ставите в себе простой запрет. Я так никогда не буду делать. Так делать нельзя. Нельзя быть невнимательным. Нельзя доводить человека до такого состояния. То есть нельзя быть грубым, нельзя быть жестоким, нельзя унижать. Вот рождаются кучи запретов, из которых рождаются кучи слепых пятен. И если вы не доходите до того момента, чтобы понять, в первом уровне, когда Вселенная просто с вами это происходит, вас начинают унижать, с вами становятся грубыми, у вас есть возможность, смотря на этого человека, изучая свои реакции, агрессивные на него, понять себя и через эти свои чувства понять, почему же так может происходить. То есть дальше использовать коммуникацию, настроить ее с этим человеком и реально понять этого человека. Простой путь, да? Когда мы просто злимся на того, кто к нам докапывается, унижает нас, мы говорим, эй, иди отсюда, ты достал, мне хватило, что я уже видела, как это, чем это выходит, иди, все, не хочу общаться. Окей, Вселенная использует слепые пятна, и резко эти все люди, которые и унижают, и грубые, и злые, и не ставят вас ни во что, и невнимательные к вам, они резко перестают вас раздражать, резко все агрессивные факторы исчезают, но не рождается легкость и нежность к ним. К этим людям не рождается нежность, просто резко все раздражители исчезают. Это значит, что сейчас вы начинаете делать, вы вошли в слепое пятно, капитально, и идете к тому, чтобы стать на место того, кого вы не понимаете. Чтобы это произошло, вам нельзя видеть, что вы делаете это то же самое. Потому что, как только вы увидите, что вы это делаете, вас стыд нельзя, вы начнете себя ненавидеть, себя, как это, винить, и самонаказывать за то, что вы это делаете. А вы все, у вас все еще нет этого пазла понимания, как другой человек может унижать и довести до самоубийства, и быть настолько невнимательным. И поэтому резко жизнь на некоторое время становится прекрасной, все раздражители исчезают. Если при этом тот человек, которому шло раздражение, он не вызывает у вас чувство нежности, легкости, и вы не видите в нем красоты, и не можете спокойно, легко, именно вот важный момент нежности, нежность очень важный, проверочный момент. Если вы не испытываете к нему нежности, и он не является для вас мощью и красотой сознания, а есть просто, но он просто есть, я его таким принимаю, а до этого было огромнейшее раздражение, огромнейшая злость, огромнейшее такое-то, это значит, что сейчас работает слепое пятно. Для того, чтобы вам сделать рокировку и поменяться местами, стать на место вашего папы, например, вам нельзя видеть то, что вы делаете, работает слепое пятно, вы продолжаете это делать с близкими людьми, вы этого не видите, вы продолжаете это делать, вы этого не видите. Когда вы доводите человека практически до самоубийства, резко вы прозреваете, и вот тут вы четко стоите прямо за гранью, вернее, перед гранью того, чтобы сделать вот здесь решительный шаг, еще раз унизить этого человека, и он сбросится, либо в этот момент понять, понять, почему вы так делаете, то есть вы автоматом понимаете своего отца, вы делаете шаг назад, ситуация разруливается. То есть вы со слепыми пятнами, кроме того, что вычислять их по тому, что вас раздражает во внешнем мире, поскольку слепое пятно рождается из-за прета. Например, к нам относились как-то, что причинило нам определенную боль, или мы видели, что кто-то, ну вот самое распространенное, кто-то более сильный унижает или калечит более слабого, и мы понимаем, я так никогда не буду делать. Здравствуй, слепое пятно. Вы никогда не будете делать это по отношению к другим, но начнете делать это по отношению к себе, например. Или там, я никогда не буду грубить, ну даже скажем так, унижать маму, грубить маме. Вы не будете грубить маме, вы не будете ее унижать. Вы заведете жену и сделайте с ней все это. Потому что нервная система видит просто близкого человека. Она не видит жена, мама. Она просто видит близкий человек женского пола. Отлично. Все, что нельзя, сюда нельзя. Здесь запрет стоит. И это слепое пятно. Ведь на маму это не выходит. Есть жена. Нервная система поворачивается и огромнейшим потоком дает это на жену. Вы этого не замечаете почему? Почему? Потому что запрет стоит только на маму. И поэтому вы не в состоянии видеть, что на жену вы это делаете. Так вот эти слепые пятна, а их дофига, потому что обычно мы определяем себя по тому, что мы себе запрещаем. Мне нельзя делать это, мне нельзя делать это, мне нельзя делать это, мне нельзя выглядеть вот так, я не должна быть вот такой. Я не имею права быть вот такой. Я не имею права даже думать вот так. А об этом даже заикаться нельзя. Определяйте себя по запретам. Ну, это значит очень много слепых пятен. Значит, где-то там внутри сидит такая капитальная боль, что просто ходите с закрытыми глазами, вот так вот. Так как определять эти слепые пятна? Очень просто, чем они мне и нравятся. Очень просто. Когда мы делаем что-то, у нас здесь стоит слепое пятно. Но слепое пятно, это в нервной системе, то есть вот нервная система. Идет сигнал, идет сигнал, идет сигнал. Вы его осознаете вместе с нервной системой. Тут слепое пятно. С той стороны написано, нельзя делать вот это. Впишите нужное. В этой стороне, где вы идете по эту дорогу, идет сигнал, все вместе читается. Тут резко белый экран. Тут ничего нет, уйди дальше. И вы идете дальше. Часто бывает, работаете с собой, с психикой, и подходите к моменту, ничего не чувствую или не понимаю, что чувствую. Ровно. Есть один ключик. То есть в работе с Маратом мы нашли этот ключик, и потом я с папой его использовала. А, или с папой нашла, не помню. Я почему говорю «нашла» и не изучала все книги по психологии. Я говорю для себя. Я это нашла для себя в своем опыте жизни. Когда случается такая зона, слепая зона, спросите себя, а как она чувствуется? Найдите как можно более подробный, детальный образ. Я не знаю, я ничего не чувствую. Вот ничего не чувствую. Как это ничего ощущается? Как это ничего ощущается? Какой-то образ приходит там, влажность, темно, например. И детальнее, детальнее до тех пор, пока вы не войдете вот в это слепое пятно, чтобы понять, что вы там ощущаете, чтобы пройти глубже. Так вот, легче всего это когда смотреть по тому, что вас бесит в других людях, что вас раздражает и бесит во внешнем мире политика, религия, соседи, которые активно и громко занимаются сексом каждую ночь, не дают выспаться, а мне на работу с утра. Все, что бесит, все, что раздражает, все, к чему у вас очень сильное, яркое недовольство, вы это делаете, но не видите. Прикол слепого пятна еще в чем? Вы это делаете, но не видите. Вы говорите, хорошо, Наташа, есть вещь, которая меня раздражает. Вот у нее вот такой механизм. Теперь нужно повернуться на свою жизнь и найти этот механизм в вашей жизни. Пример. Сейчас. Там я не могу, то есть меня бесят, меня бесят люди, меня бесят люди, которые давят, просто вспоминаю эти моменты из Питера, которые давят, там была одна ситуация у женщины, и как бы говорят, ну давай, прояви себя, я что, тебе запрещаю? То есть, например, вот раздражает там какой-то человек то, что он, и спрашиваю, я спрашиваю, например, а что именно раздражает? И Саня такой, ну как? А вот она говорит, вот это. А потом говорит, а пожалуйста, а что, я тебе не запрещаю. И мы вычисляем механизм. Человек давит, а потом говорит, делай, что не можешь, я тебе не запрещаю. Берем этот механизм, поворачиваемся на свою жизнь, и начинаем смотреть, где мы так делаем. Первые пару часов, а если очень сильно, глубоко, там, все это слепое пятно, очень сильная боль, то пару дней можно не найти больше одного-двух моментов. И ты говоришь, да нет, да вот только один-два момента, я больше это и не нахожу. Ау, это слепое пятно, ты не должна больше найти. Ты даже эти два не должна была найти. Это хакер, что ты занимаешься уже в своей нервной системе. Тогда просто каждый бытовой день вспоминаем, вспоминаем, еще, еще, еще. То есть вот с папой был прикол, я все время его рассказываю. Папа нашел механизм, я говорю, папа, теперь найди его во всей своей жизни. Я говорю, выпиши 50 пунктов. Почему я настаиваю на 50 пунктах? Потому что 25 вы еще можете не заметить, что это наполняет абсолютно всю вашу жизнь каждый день. Механизм очень страшный, потому что, во-первых, это бесит в других людях. То есть я в отражении вижу, что я это делаю. То есть представьте, что я стою перед зеркалом, да, вот зеркало. Я что-то делаю. У меня стоит на это запрет, то есть мне нельзя этого видеть. Я это здесь не вижу, но когда я вижу это в зеркале, как я могу? У меня же запрет. Я же себе говорю, нельзя, а я там это делаю. Как так? Как ты можешь так делать? Один в один, когда мы другому человеку говорим, как ты так можешь делать? Я себе это запрещаю, а ты это делаешь. Ты что, офигел? Сбилась немножко. Вот, спасибо. 50 пунктов. Именно после 50, если до вас раньше, если вы раньше не увидите, что это каждый день наполняет, то после 50 вы реально это увидите. Вот папа такой, ну хорошо, там нашел 17 пунктов. Я говорю, папочка, нашел 17 пунктов. Ну давай еще пару часиков или там сколько дней тебе понадобится. Добей это до 50. Прихожу там через 6 часов уже вечером, смотрю, у него там 33 пункта. Я говорю, о, получается? 33 пункта, до 50, добей. Смотри, ты нашел 33, найдешь и еще там остальные. Вот такой, ну хорошо, ладно. Прихожу на следующий день утром, 50 с чем-то, 60. Я уже дальше пишу, я уже вижу, что это в кааа, везде, везде, везде. То есть, вот так вот. Иначе слепое пятно, оно специально создано, чтобы вы не видели этого. Вы это себе запрещаете, вы это способны видеть только в отражении, то есть в отражении. Поэтому, если как только вы испытываете дискомфорт, поэтому мне нравится эффект зеркала, отражение показывают везде, где вы себе запретов понаставили. А запреты ставим мы по какой причине? Еще проще. У нас есть боль. Помним? Боль – это то место, где мы говорим, это не я, это злое, страшное и опасное существо. Все. Сейчас. Вот злое, страшное и опасное существо. А почему вы смеетесь? Это злое, страшное и опасное существо. Видите, это не я. Вот придется лежать тебе. Я говорю, это страшное и опасное существо. Мне нельзя сюда заходить. Тут боль. Это боль. Там, где не я, там больно. я ограждаю это. Все. Ну, то есть, представим, что здесь забор, да, вот здесь вот забор. Я ограждаю это. Я нанимаю монстра. Называется страх. Почасовая оплата. Шесть часов смена, шесть часов смена, шесть часов смена. Он стоит и такой, ааа, не подходи, здесь страшно, не иди сюда, здесь очень страшно. Это плохой человек, уйди отсюда, ты боишься, ты паникуешь, ты боишься, ты паникуешь. Ну, как так получается? Знаете, приходим, все нормально, все нормально, видим человека. Я боюсь, страшно так. Это просто монстр работает. Он говорит, ты боишься, тебе страшно. Он отрабатывает свои деньги, у него по часовая оплата, вы что хотите, он боль защищает. Детская боль, самая сильная боль. Детская боль способна сломать психику. Для меня это как такая цепочка. Я есть, я живу, я творю, ну, то есть создаю. Боль способна разломать эту цепочку. То есть, когда мы копаем, бывает, мы копаем внутрь, капитально копаем внутрь. Но у нас не хватает сил, чтобы испытывать благодарность, понимание и нежность ко всем тем ситуациям, которые связаны с этой болью. Если мало нежности у себя в нервной системе, мало настоящей благодарности, это благодарность просто за то, что это существо есть. Не за то, что у него есть. И не за то, что это существо вам даст из того, что у него есть. А то, что это существо просто есть в этом мире. Без него эта игра была бы совсем другой. Потому что каждый из нас уникален. Каждый из нас несет свой профиль, аспект, спектр, вибрацию. Предназначение у нас у каждого своя мечта. И мы ее реализуем. Постепенно или сразу. И вот испытывать благодарность за то, что это нечто. Либо ваш мизинец на левой ноге, либо потолок, либо страшный монстр. Он просто существует, потому что без него эта игра была бы другой. А именно он вносит такой оттенок невероятный. Свой профиль, свою мечту, свое предназначение. Понимание уникальности именно этого существа позволяет испытывать благодарность просто потому, что он есть. А не то, что у него есть и что он вам даст, если поделится, если захочет. Если вы у него выпросите. Ну и пошло-поехало. И вот когда в нервной системе очень мало внутри себя к себе этой нежности, к себе этой благодарности. Представим нейронные магистрали, когда к себе за то, что вы просто есть мало нежности и мало благодарности. Это хрупкие. Ну что есть такое хрупкое, которое вот чуть сильнее сломается? Как вот у снежинок, да? Чуть сильнее. Ну представим, что оно не растает, но сломается. Какой пример привести? Маутинка, сосулька. Сосулька. Паутинка. Солома, светодиод. Паутинка. Хорошо, вот представим паутинки. Паутинку, да, можно разорвать, да? Макаронина. О, кстати. Пагетин. Не, точно, точно макаронина. И вот они вот очень тоненькие. И как макаронки там и разломалась. Особенно там мивина, да? Ну если она не таким толстым куском. И вот эти нейронные магистрали, они как тонкие макаронины. Очень тонкие. Тонкие, как паутина макаронины. Когда практически нету нежности и благодарности к себе за то, что ты есть, к своему телу, за то, что оно есть вот такое. Да, не нравятся кривые коленки, маленький размер груди, кривые зубы, волосы, там, не знаю, телодвижение. Походка. Тогда эти макаронинки, тонкие макаронинки, они настолько хрупкие, что только посмотришь на них и они ломаются. Ты на них только посмотришь. Они такие сверхчувствительные, впечатлительные, что они ломаются от одного внимательного взгляда. Но когда много нежности и благодарности к себе, это как уже сваренные макароны, да? Вот что с ними делать там, крути. Ну, представь, что эти макароны не рвутся. Они настолько гибкие, стрессоустойчивые, то есть, да? Там можно из них крутить, все что угодно. Тоненькие, но вообще офигеть можно. Так вот, когда мало нежности и благодарности к своему телу, к себе, к своей личности, уму, страшному такому существу, тогда из-за того, что эта нейронная цепочка «я есть, я живу, я создаю», она настолько хрупкая, что только мысль о этой боли начинает надламывать ее. А это ощущается, резко вы не понимаете, для чего вы живете. Все было нормально, все хорошо, какой-то небольшой стресс. И вы резко думаете, блин, для чего я живу? И начинается депрессия. Теряйте постепенно, медленно начинайте терять смысл жизни. Вы чувствуете эту аларму, я начинаю не понимать, для чего я живу, я начинаю не понимать, чего я хочу. Я как будто чужой в этом мире, как будто такой хаос, чужие страшные люди, они смотрят, им насрать на меня. Я не понимаю, я смотрю на своих родителей то же самое. Я не понимаю, не понимаю, зачем я здесь. Когда эта цепочка начинает надламываться, потому что эта боль настолько сильная, что попытки туда войти начинают ломать, вы теряете мотивацию, у вас врубается депрессия. И если вы будете дальше, настойчиво туда внутрь идти, без этой гибкости, то есть без нежности, без благодарности, наработанной к себе, вы найдете эту боль, вы войдете в эту боль, да вы из нее выйдете, и эта цепочка сломается, и потеряется абсолютно любой смысл в жизни. Обесценится все от начала до конца. Будет я есть, и все. Здесь сломано. Этот я есть, это там глубоко внутри. Отдельное я живу. Зачем я живу? Оно же не соединено с я есть. Я существую. Я вечное сознание. Это умиротворение. Оно не соединено. Оно разломалось. Я живу? Зачем? Нет смысла. Все пустое. Фальшь. Чужое. Суицид. Я не плакаю сцена. Да. Нет, это так, как бывает, люди говорят, я хочу поднять побольше говна. Вы можете поднять? Поднять побольше говна. Но если нервная система не гибкая, вы себя сломаете. И вот эта боль. Эта боль страшный монстр. У него нет одного уха. Все классно, но нет одного уха. Все офигительно. Из-за того, что нет одного уха, больно. Было ухо, было классно. Нет уха, больно. Вот это правое ухо, это когда вы читаете, ты, это просто другой я. Классное ухо. Невольно. Нету? Страшный монстр написано. Написано страшный, чужой, опасный монстр. Ненавижу тебя. Все. Нету этого уха. Вот этого уха нету. Представим, что это ухо оторвалось и полетело в пространство. Все нормально? Нет и кусочка. Из этого кусочка рождается невероятная боль. И чем... Все уже? А завтра будете? Все. Круто. Из-за отсутствия этого маленького кусочка... У меня сухо. У меня сухо. То есть в детстве базовые эти потребности, когда они ломаются, когда происходит нечто, что нас за такой степенью пугает, там, детское насилие, избиение, сексуальное, физическое. А еще более прикольные вещи, которые не связаны с сексуальным насилием, физическим насилием. Это просто равнодушие. Знаете, страшная вещь? Равнодушие. Когда вашим родителям на вас полностью положить. При этом они вам дают деньги, одежду, отправляют в классные университеты, но вам на них, вернее, им на вас, полностью насрать. Они говорят, вот, у тебя все есть, иди, не мешай. Это ломает капитально, глобально и надолго. Так же самое, как сексуальное насилие, ломает до такой степени, что собрать просто вот, кажется, что невозможно. И вот есть ваше тело. Есть огромнейшая Вселенная. Вселенная и тело постоянно, ну, они работают сообща. Знаете, как эти рации, оки-токи. Привет, привет, один-один-один-один. Боже, ты меня слышишь? Один-один. Раз-раз. Оттуда. Да, я тебя слышу. Раз-раз. Чего надо? И все время идет обмен данных. Обмен данных от Вселенной к телу. Тело показывает. Нету правого уха. Нету правого уха. В этой сфере нету правого уха. Вселенная такая, окей, начинает создавать ситуации в вашей жизни, чтобы вы, как сознание, могли начать понимать, что такое правое ухо. Но чтобы потом его найти, где оно у вас там, внутри вас самих. То есть пока вы не понимаете, что такое правое ухо, что написано ты, это другое я. Когда вы не знаете, что искать, вы не в состоянии это найти. Ходишь, натыкаешься на это, наступаешь на это, оно там хрустит, какой-то звук непонятный, воняет. И ищете, и ищете, ищете, опять натыкаетесь на это. Да е-мое! Все не то, ну где же оно? И поэтому Вселенная создает ситуации, чтобы вы могли для начала уметь распознавать это правое ухо. То есть в нашей жизни создаются разные ситуации, и они идут по нарастающей, от самого легкого, мягкого, простого, веселого, нежного, радостного момента. Но обычно мы сопротивляемся. Как мы говорим там? Я не хочу этого видеть, я не хочу этого слышать. И если я не думаю об этом, то это самое безопасное состояние. Вселенная не может пробиться. Она и так с вами, и так. У меня по контракту написано самым простым способом. Мы начинаем сопротивляться до такой степени, что самый простой способ становится самым страшным способом. Потому что мы все время говорим нет, 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 не хочу, ну что, не слышишь, не хочу, не хочу. Вселенная видит, что вы сами самый простой способ для нее. То есть у нее нету другого, вот здесь у нее нету больше вариантов, как донести до вас, что существует правое ухо. Интернет использует там книжки разные, сообщения ВКонтакте. Ой, то затрахали уже, пишут какую-то хрень, скидывают, как это талет. Да сколько можно? Делит, делит, удалить, удалить. Видеоролики. Джим Керри просветлел, ты идиот. Удалить. То есть она через интернет. Никак. Книжки там на транспарантах. Никак. Северскую видеороликах, его бы чуть не вырвало. Никак. Ну ладно. И так, и так, и так. То есть самими простыми, доступными способами. Как мне понравилось, Максим такой говорит, иду по метро, кажется, и чувак на майке, по-английскому написано, нужно поговорить, подпись, земля. То есть вселенная буквально с нами разговаривает. Там с Маратом через музыку, да, разговаривала какое-то время. Сейчас вот буквально там напрямую только подумал, другой человек подошел, ответил. Скорость ее ответа, вот подумал, получил, задумался, получил, осознал. Чем больше мы сопротивляемся, тем дольше времени, то есть мы получаем ответ, но мы не хотим его видеть. Мы говорим, нет, 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 проходит там две недели, наконец-то вселенная находит момент, где может протиснуться среди ваших условий, протянуть, тиши! И вы такие, о боже, две недели, она меня заносила, что это за вселенная такая? То есть сначала вселенная помогает вам понять, что существует правое ухо, есть собачки, у которых есть правое и левое ухо. Оно не говорит вам, у вас нету правого уха, у вашей собачки нету правого уха, нет, иначе вы там в ступор впадете, и сразу психика сломается. Она показывает вам собачек, у которых есть оба уха. Вы начинаете встречать людей, у которых в этом месте, в этой боли есть оба уха. И вы такие, офигеть, я хочу с ним дружить. Но надо как-то его притянуть, чтобы научиться. Офигеть, такие люди существуют, да? Ненавижу их. Глаза молит. То есть вы увидели, такие люди существуют. Первый шаг, галочка стоит. Дальше Вселенная хочет вам сказать, что написано на этом правом ухе. Она снова вас сталкивает с этими самыми людьми, которые вы их уже ненавидите, они такие счастливые, они такие радостные, они достаются им радостным настроением с утра, боже, статус, вы просто офигеть. Вы просто не знаете, как я живу. И там где-нибудь в статусе написано, ты это другой я, заметки всякие, да? И у вас уже появилось доверие к этим людям, потому что вы увидели, что вот Вселенная вам показала собачку с двумя ушами. Легкий мост доверия уже есть. И вы такие, ну ладно, этот чувак не может быть полным говном, да? Я прочитаю, что у него в заметках написано. Читаете в заметках? Ты это другой я, да-да-да-да, единство. Как-то это попахивает шизофренией. Ну прикольно, прикольно. Встречаетесь с этим человеком вживую. Или нападаете на другого человека случайно, который говорит, о, классно, да, вот, а у меня, я чувствую, вот это для меня весь мир одно. Вот ты говоришь, что ты сказал? Но вы видите, что человек счастлив, вы видите, что он радостен, вы видите, что у него нету этих заебов, которые есть у вас в голове. В утром просыпаетесь, смотрите на себя. Там на кухне ножик был, да? Надо колбасу нарезать. И вы видите, что то, что написано, то есть существуют такие люди, они есть, это главный фактор. То есть такой опыт в реальности существует. Это вызывает огромнейшее доверие. Второе. Вы читаете их не из-за ветки, вы понимаете, это шиза. Ну, шиза. Но встречаете вживую, на опыте бытовой жизни охренительно получается, а у меня жопа на опыте бытовой жизни. Хочется так научиться. Хочется. Наконец-то вселенная до вас достучалась, да? То есть вы знаете, что существуют собачки с двумя ушами, и что на одном из ушей у этой собачки написано «ты, это другое я». Там единство, любовь, нежность, понимание. То есть вы знаете, вы способны распознать правое ухо вашего щенка. И все классно. Но вот та жопа, которая у вас есть, она очень сильно усиливается при встрече с такими радостными, зажигательными, счастливыми индивидуумами. Правильно? Посидела в кофе-хаус с этим человеком, душа, фиги. Приходишь домой, ого! Вот е-мое! Больно, обидно, раздражает, злюсь, я так больше не могу жить, смысла жизни нету. Вспоминайте чувака из кофе-хауса. Да что там? У меня другая жизнь. У меня другой опыт. И вообще. Все. Тут вы начинаете сопротивляться. Вы больше не хотите об этом всем. слышать. Вы просто смиряетесь. Например, например, вы просто смиряетесь со своей болью. Вы увидели, что этого человека, а он вам рассказал, какими усилиями он свою жизнь сделал счастливой, какими усилиями он сделал себя целостным, да, как это легко и просто получилось. У вас жопа 27 лет, а он легко и просто получает. И вы понимаете, у вас внутри не хватает той энергии, того запала, столько отваги, чтобы реально это сделать в своей жизни. Вы видите, что это неравное соревнование, но это же не соревнование, но вы воспринимаете, что вы так не сможете, у вас не хватит этого. И просто смиряетесь, говорите, ладно, ну, сейчас просто найду единомышленника с такой же жопой и буду жить. Нормально. Живут люди, и я буду жить. закрыли все двери от вселенной, она такая, ёпыр, ладно, есть гениальный инструмент, у вселенной есть гениальный инструмент, называется сексуальное влечение. У девушек сердечная тяга, да, влюбленность. Можно водички? Это твое? Пей, пей. Можно? Сейчас, сейчас, сейчас. Спасибо. Спасибо. И тогда, о, великая, гениальная вселенная, вы встречаетесь случайно человека, вы в него влюбляетесь, у вас к нему охренительная тяга, вы без него жить не можете. Но он такой счастливый, что вас это просто бесит. Что делает вселенная? Она просто вгоняет вас в эту ситуацию, то есть вот, мимо монстров. То есть у вас тут вообще-то два монстра. Есть первый, это страх, он там тоже почистовая плата, здесь страшно, никуда не ходи, уйди отсюда, это очень опасно. Есть второй монстр, когда очень сильно вас достают, вы нанимаете второго монстра, называется агрессия. Иди отсюда, мальчик. Не подходи сюда, я злой. Вот, да. Я тебя ненавижу. И вот, по сути, два монстра. Вселенная обходит всех монстров. Она напрямую у вас такая, лети. С вашей сердечной тягой, сексуальным влечением, я без него, без нее жить просто не могу. Ага. И каждый день приходится смотреть на это счастье. А внутри боль еще ярче. Счастье, боль, счастье, боль. Но вы же знаете уже, как выглядит ухо и что на нем написано. То есть вселенная вас буквально, она все это, ну то есть вот они еще работают, да, это я все-таки загнула. Вот эти два монстра еще работают. Но она вас бросила вот сюда, прямой доступ. И вы такие стоите, вам же нравится этот человек, вы его любите, вы к нему испытываете больше, чем сексуальное влечение, да. И с каждым днем этот человек заставляет вас брать этого мишку в руки, да. Он радуется, а вам депрессивно от того, что он радуется. Он нарисовал офигительную картину, вы завидуете, вы понимаете, это жопа то, что с вами творится. То есть вы реально уже подняли мишку, а нет, нет, ушко. И вы начинаете бороться между тем, что вы его любите и тем, как сильно вы начинаете его ненавидеть, за то, какой он. Какой он счастливый, радостный, успешный, реализованный. А у вас боль, эта боль не позволяет вам это все сделать. И вы берете этого мишку, ненавидите себя. И эта вот возможность вот для меня была в отношениях, я в отношениях с мужчинами росла просто так, фу, американские горки, сразу на вынос. Когда вы, ну, когда внимательный, ты каждый момент используете, то вот отношения с другим человеком очень близкие, именно не просто дружба, а именно близость, очень сильная близость, то оно сразу показывает всю боль. И если вы внимательны к себе, то вы можете это все понять, оно выравнивается. И вот новая награда, книжка. И вы понимаете, какие вы ничтожные по сравнению с этим человеком, которого вы любите. Вы понимаете, что, может быть, вы его не любите, а может, и любите, но вы его не достойны, он же такой невероятный, а у вас боль. И вы каждый раз это чувствуете, смотря на него. Каждый раз чувствуете, смотря на себя в зеркало, просыпаясь утром, видите, какой он прекрасный, когда он спит. Понимаете, какое его ничтожество. И если хватает сил, то, держа этого мишку, вы резко находите это ухо. Вы просто находите это ухо. Ну, знаете, щупайте. Вот это вот щупать себя, вернее, щупать мишку, то есть это ухо спрятано. И вы так сильно любите этого человека, что понимаете, либо уйдете, либо поймете себя. То есть из-за этой ненависти, зависти и чувства ничтожества уже больше невозможно быть с этим человеком рядом. Либо можно понять себя, чтобы определить, почему так происходит со мной. Чтобы понять и определить, почему с вами так происходит, вы начинаете общупывать его. Что это такое? Что я чувствую? Почему? Это зависть. Откуда она рождается? Это правая лапка. Прикольно. Вы понимаете, откуда рождается зависть. Почему я чувствую себя ничтожеством? Не понимаю. Не понимаю. Почему у меня депрессия? Понимаю. Там левая лапка. У вас есть правая и левая лапка. Что же это такое? Почему я чувствую себя ничтожеством? Уха еще нет. Ваше внимание и взгляд внутрь, и постоянное распознавание, что вы чувствуете и почему, помогает вам постепенно понять, что это за зверь? Что это за зверь? И падая вглубь, в эту самую боль, в истерике, с чаем, с насморком, пошли, вышморкались, попили чайку. Вы резко понимаете, что в этом человеке вы ненавидите то, что он умеет ценить себя, а вы нет. У него есть достоинство, а у вас нет. Вы резко понимаете, значит, ты, это мое умение ценить себя, мое достоинство. Больно. Все еще больно. Все еще адски больно, потому что навыка-то нет. Как это у него получается? Если хватает нежности к этому человеку и благодарности к этому человеку, можно найти силы, подойти и спросить, как у тебя это получается? Мне от этого больно. Я не могу без этого. Я хочу быть с тобой, но я не умею так, как ты, и это меня ломает. Я так не могу жить. Но я не хочу уходить. Научи меня. То есть момент навыка коммуникации помогает развиваться, помогает развиваться в паре. И тогда этот человек начинает, быть может, рассказывать вам то, чего он до этого вам не рассказывал. Какие-то вещи, которые резко помогают вам понять. Но он, по сути, от меня ничем не отличается, кроме одного. Он понимает. Он понимает достоинство своего характера, того, что он умеет. И он даже понимает, почему он не умеет еще многих вещей. Люди его осуждают. Вот он не умеет этого, не умеет починить бойлер. Он офигительно пишет книги. Они изменяют людские жизни. Но он не может починить бойлер. Но его это не волнует, потому что он наслаждается тем, что он делает. Он понимает, какую важную роль он играет. И выслушав его, почувствовав это, а так как это очень близкий человек, и вы его любите, и там настроена эта вся близость, и связь, и мост доверия, то этот опыт моментально просыпается в вашей нервной системе. Пац! Правое ухо! Если он ничем от меня не отличается, я тоже так могу. Я тоже так могу. А значит, я так смогу. Я смогу этому научиться. И тогда вы начинаете действовать, и вы меняете свою жизнь. Как только вы это понимаете, этот пазл, нервная система такая, ну наконец-то, увольняет монстров, понимаете? Сколько можно платить сверхурочно? Увольняет монстров. И вся ваша жизнь меняется. Так вот, слепое пятно, слепые пятна, они закрывают эту самую боль вот этого вот мишку без уха. Это я просто привела пример, что вот здесь в этом примере, например, достоинство, умение ценить себя. Это не значит, что это ядро в каждой боль. И вот слепые пятна защищают вот такую боль. Игрушки без ушек у вас внутри. И чем сильнее эта боль, тем более обширные сферы слепых пятен у вас в пространстве, в вашей жизни. То есть реально в вашей жизни становится очень мало и очень много слепых пятен. Потеря мотивации, депрессия. Все время уход в стабильности, безопасности. Это признаки того, что очень большая сфера в слепом пятне. Очень мало что интересует. То есть вот 80% слепое пятно, 20% ваша жизнь. То есть очень мало интереса, очень мало любопытства. А если оно есть, оно рискованно. Вы что? 80% слепое пятно. Страшно. Не хватит. Не хватит сил подойти к человеку, начать с ним общаться, открывать себя. Не хватит. Слепое пятно слишком широкое. Значит, очень сильная глубинная боль. По какому-то очень базовому, простому признаку. Вот завтра я буду объяснять, как работать с нежностью, с благодарностью, потому что можно копать 20 лет, 30 лет, 40 лет. А можно, зная эти базовые ядра, и просто углубляя эти состояния эмоций и чувств, дойти до умиротворения, которые выравнивают эти ядра, и понимание приходит автоматом сами. Вы это понимаете. А не так оно встало на место, что-то со мной случилось, и теперь классно. Нет. Мне нравится в чувствах и эмоциях то, что когда их доводишь до умиротворения и до нежности, которая происходит из этого умиротворения, во-первых, тело начинает телесно, оно проживает себя частью огромнейшего беспредельного организма. А, естественно, чем дольше вы удерживаете это состояние, тем быстрее выравниваются ушки ваших собачек. И вы при этом понимаете, как зовут эту собачку. Для чего она? Почему? Потому что Вселенная всё создаёт по простым механизмам. Никто не хочет, чтобы мы мучились. Мы сопротивляемся, мы загоняем себя в жопу. Мы мучаемся. Никто не хочет, чтобы мы мучились. Поэтому чувства и эмоции находятся в нашем теле. Это самый простой путь для меня в моей карте мира, в моём опыте. Это самый простой путь для того, чтобы просто у всех собачек выравнивались ушки. и можно было жить счастливо. Потому что никто не хочет, чтобы вы страдали. Всё. Завтра будет практика. Завтра с 10 до 7 всё точно так же. То есть только будет более веселее. Будем себя гладить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова